Добрый день! Всем привет! Мои зрители, мои подписчики и те, кто зашли ко мне на канал. Я очень рада, что вы открыли мое видео и вы меня смотрите. Я очень вам благодарна за подписку, за лайки, за ваши комментарии, за ваши отзывы. Мне это очень приятно, очень важно. И я действительно, действительно очень благодарна вам за это. Сегодня у нас очередное видео не распаковки, не примерки. Сегодня у нас видеообразы. Мы будем составлять аутфиты. И суть по тому, что она мне надета, вы, наверное, уже поняли, что аутфиты у нас будут в бежево-молочных тонах. И я хочу сделать это видео. Для меня это не характерные цвета, потому что вы знаете, что я очень люблю яркие цвета, разноцветные. В общем, сразу перья, как говорится, и все вот это вот. Но поскольку это сейчас прямо тема-тема, вот очень-очень современная, очень модная, очень в тренде бежевый цвет, молочный цвет, я решила попробовать. И получилось, в общем, по-моему, не так плохо, на мой взгляд. И, во всяком случае, даже бежево-молочные аутфиты могут не выглядеть скучно, если немножечко их приукрасить чем-либо. Плюс ко всему, это видео я записываю вслед видео Марины Михиной, которую вы, наверное, все знаете и смотрите. Блогер, прекрасный блогер из Ленинграда. Она сняла видео тоже своих молочных аутфитов, аутфитов в молочных тонах, подбирала верхнюю одежду, аксессуары. Получилось классно, очень-классно, очень здорово. Я оставлю, кстати, ссылку внизу в моем инфобоксе, чтобы вы, если вы еще не видели, перешли и посмотрели видео. Вот, собственно, я вдохновилась Мариной и решила... Мариночка привыкла. И решила тоже записать такое видео. В общем, ну, немножко плагиат, конечно, но мы все друг у друга как бы перенимаем какие-то идеи, так скажем, да. Можно сказать плагиат, можно сказать, что я вдохновилась. Я думаю, что Марина не будет против. И давайте уже начнем мой, так сказать, показ. Ну и то, в чем я сегодня сейчас одета. Я вам покажу несколько вариантов верхней одежды, обуви, сумок и все вот в этих молочно-бежевых тонах. И первое, что она мне надета, это совершенно-совершенно молочно-бежевый вариант. Я потом тоже, конечно, отеду подальше. Покажу вам себя в полный рост, с обувью, с сумкой. И тут как бы никаких прикрас. Это кожаные, кожзаменитые брюки и свитер. Большой-большой толстый свитер. Если мы говорим о весне, то мы говорим о ранней весне, сейчас только март. И, в принципе, свитера еще в теме. И я буду показывать верхнюю одежду. Такие тонкие шубки, и пальто, и плащ. В общем, короче, вещи, которые вот ранней весной, март-апрель в моем регионе. Я проживаю в Канаде. Если я не представилась, то меня зовут Дитой, живу я в Канаде. Так вот, в моем регионе свитера, шубы, легкие шубы и пальто весной носятся до конца апреля практически. Поэтому вот я могу себе позволить показывать такие аутфиты. В этом свитере очень красивые рукава. Мне очень не нравятся. Они очень широкие. Извиняюсь перед цветочком, который я, махая руками, задела. И это красиво. В этом свитере он как бы обыкновенный. Я подойду поближе сейчас. Вот обыкновенный такой толстый вязкий свитер, но в нем очень красивые рукава, что делает аутфит более интересным, с одной стороны, с другой стороны, добавляет проблем, потому что вот этот вот рукав не везде можно засунуть, так правильно говорить, засунуть, вместить культурнее. Культурнее, если говорить, я все время что-то задеваю. Это новое место для меня, непривычное для съемки, поэтому я решила попробовать новое место в своем доме, и поэтому я все время натыкаюсь руками. Значит, вот такие вот рукава, да, вы знаете, нужно пальто, нужно верхняя одежда, которая будет широкая, большая, с такими же рукавами, чтобы это было легко. Ну и так, давайте перейдем уже к примеркам, и я отойду подальше и буду вам показывать, что я надеюсь. Я, в общем, пока что еще мой отфит чисто молочный, чисто бежевый, я ничего к нему не добавила. Я надела вот такие вот бежевые ботиночки, которые, они немножко желтоватые. Почему я их надела, я вам сейчас объясню, потому что я хочу примерить это все с шубой, которая такого же молочно-желтоватого цвета, и давайте будем смотреть, как мы можем, что мы можем сделать со всем этим аутфитом. И добавила я шубу, она вот именно молочного цвета, потому что, можно сказать, что рядом с этой шубой брюки и свитер выглядят такие серо-белые практически, а шуба действительно молочного цвета, именно такой сливочный, вот знаете, цвет сливок. И очень-очень она хорошо подходит к этим ботинкам, и добавила я вот такую же сумочку, тоже сливочного цвета, кожаная сумка, мессенджер это называется, такой вот формы. И эта сумка точно в цвет ботинка и точно в цвет шубы. Я должна вам сказать, что я вот как раз здесь, я немножко ошиблась, потому что я не рассчитала, и в этой шубе пройма довольно узкая, и этот свитер у меня с большим-большим трудом. И немножко как бы мне пришлось помучиться, чтобы впихнуть себя в нее, в эту шубу. Но красота требует жертв. Естественно, если я буду носить эти вещи, подбирать их для носки, не для демонстрации, я, наверное, этот свитер заменю на что-то другое, потому что или вот этот комплект надену с другой верхней одеждой, что я, может быть, сейчас продемонстрирую, продемонстрирую, потому что действительно это не очень удобно именно вот из-за проймы в свитере и в шубе. Шуба довольно тонкая, такая, знаете, тонкая чебурашка, как немножко такой под каракуль цвет, но не цвет, а фактура. Но, в принципе, как раз она на весну, я вам хочу сказать, потому что шуба тоненькая, зимой у нас в таких шубах особенно не похожи. Вот так. Я все-таки решила надеть другое пальто. Как вы видите, это что-то зрение между пальто и шубой. Сейчас я вам подойду поближе, чтобы вы увидели. Видите, это как бы пальто, но оно такое немножко, как будто бы очень-очень короткий мех. То есть, в принципе, это пальто. Но можно сказать, что это шуба. Немножко другой оттенок. Если тот был такой желтоватый-молочный, то это такой бежевый-молочный, я бы сказала. Но тоже все вместе получается довольно симпатично и неплохо. Ну и давайте разобьем бежевые цвета. Разобьем очень трендовым, очень модным розовым цветом в этом сезоне. Чтобы немножко разнообразить вот этот беж, я добавила шарф розово-оранжево-бежевых тонах. Добавила розовые ботинки. Вы, наверное, их многие помните из моих предыдущих примеров. Я в них уже фигурирула на моем канале. Когда я примеряла мое розовое пальто, если вы не видели это видео, то обязательно посмотрите. И взяла в руки вот такой вот клатч. Очень удобный клатч. Я его очень люблю. Именно я люблю еще тем, что, во-первых, у него есть мемешок. То есть, его можно провисеть на плечо, если очень нужно освободить руки. И он делается вот такой вот большой сумкой. Если вдруг оказывается, что вам нужно что-то в него сложить, а у вас в руках не очень большая сумка клатч. Если вам нужно положить, например, молоко, консервы, мандарины и сосиски из магазина. Если вы забрели, случайно забежали в магазин, а у вас с собой нету огоньки, то вы вполне можете использовать этот клатч. Набить его по самое по никуда. В общем, в нем достаточно места для того, чтобы сделать небольшой шоппинг продуктов на небольшой семье. Так он выглядит. Я покажу вам поближе. Очень интересная вещь. Симпатичная сумка. Ухоженная. Ну что это у нас? Змея, да? Еще вот хотела вам показать, как можно разнообразить скучный однотонный молочный лук. Естественно, если у нас что-то скучное, надо развеселить. Развеселить чем мы можем? Как всегда, конечно, animal print, анималистичным принтом, леопардом. И вот я надела пояс к этому свитеру. И у меня есть такая сумочка. Может быть, я ее сниму, потому что они, когда рядом, это слишком. Вот такая вот милая малютка вместе с этим поясом. Я вам честно скажу, у меня еще был шарф. Я еще надела шарф леопардовый. Но это уже было слишком. Too much. И это действительно слишком много. Но, в принципе, вы можете взять сумку и шарф. Вы можете взять пояс и шарф. Или вот шарф и сумку. Или, ну, в общем, сочетать эти три варианта, как хотите. И вот получается вот такая вот история. Потому что, конечно, леопард требует, если мы носим что-то леопардовый аксессуар, то все остальное должно быть очень спокойное, очень однотонное, очень такое неброское. А что может служить лучшим формам для леопарда, чем молочно-бежевый аутфит? Так, ну что, ребят, я поменяла свитер. Вместо того однотонного кардигана, вернее, свитера я надела кардиган. Сейчас на мне кардиган. И он такой из, знаете, немножко этнического плана, рисунок. И тут присутствует черный цвет, немножко коричневый, даже немножко зеленоватый. Но, в принципе, я бы сказала, что это такой бежевый-черный. И к нему я надела вот такие вот ботинки, как бойские, такие сапоги, бежевые, молочные, с черной подошвы, чтобы немножко подержать вот этот вот черный цвет на свитере. Я подойду поближе, покажу вам, как он выглядит. Кардиган. Ну, такой вот, знаете, этническо-тирольский, что-то такое из, скажем, альпийских лугов. Альпийского какого-то такого, вот такие мотивы, вот такое вот у меня сложилось. Возможно, нет, возможно, это что-то перуанское. Ну, в общем, напишите, что вы думаете, какие мотивы здесь присутствуют в этом кардигане. Ну, выглядит он, знаете, довольно-таки простые пуговицы, вязка вот эта вот с косичками. И вот этот вот рисунок, это такой тренд, тренд, такой простой бабушкин кардиган, который как будто бы связан вручную. И, в общем, очень-очень-очень это модно в этом сезоне. И, опять же, он у нас такого молочно-бежевого цвета, то, что нам нужно. Я решила поменять низ. Я сняла брюки и надела юбку. Ну, можно назвать эту юбку слегка, слегка анималистичная юбка, потому что в ней расцветка такая, как бы немножко жираф, да? На мой взгляд, это такой легкий жираф. Реденький такой жирафик. И поскольку здесь тоже такой молочно-бежевый фон и черные вот эти вот черные пятнышки, то оно, по-моему, очень хорошо подходит с этим кардиганом. Надела я высокие бежевые, белые, бежевые молочные сапоги и взяла в руки вот такую вот сумочку, которая очень подходит к сапогам. В качестве верхней одежды я решила давать плащ, тонкий такой весенний плащ. Все-таки мы говорим о весне. Вот здесь вот хорошая пройма. И все свитера с большой проймой прекрасно, замечательно помещаются в этот плащ. Я поменяла сумочку. Если вы заметили, я взяла вот такой вот пельмешек. Тоже как будто бы пельмешек. Но это на самом деле кожаная сумка, редикюль. Это такая смесь между пельмешком от Боттега и сумкой такой дамской от Селин. Знаете, у них есть такие сумки вот с таким вот замочком. Ее нужно носить на плечо. В принципе, у нее довольно длинный ремешок, который, кстати, отстегивается. Нет, не отстегивается этот ремешок. Так что если носить ее как пельмешку, то можно носить именно вот таким вот образом. Сейчас я вам подать его ближе и покажу свою плащ, покажу свою сумку. Вот такая вот, вот такой милый пельмешек с ручкой, с застежкой здесь. И здесь еще есть вот такой вот замок, карман. В него, в принципе, вполне можно положить телефон. Что очень удобно, чтобы телефон был поближе и не нужно открывать всю сумку для того, чтобы достать телефон. Ну и, конечно же, платье. Ни один мой показ не обходится без платья, потому что это любимая часть моей одежды. Я очень много ношу платьев, я очень их люблю. Еще и потому, что платье – это самый простой вариант одежды. Потому что если вы утром встаете, утром вы несете на работу и вы не знаете, что надеть, то брюки, свитера, юбки, блузы – все это требует какого-то сочетания. Платье надел, one piece и пошел. Так вот, платье. Очень люблю платье. Всегда ношу их. У меня полный шкаф платьев. И, естественно, я не могла сегодняшнее видео не продемонстрировать вам платье. Тоже молочно-бежевый вариант. Тоже искусственная кожа, кожзам. Надела я, в принципе, здесь такой резинка на поясе. Не очень, может быть, это эстетично. Я надела вот этот вот пояс. Он такой, знаете, из дерюшки такой, из ткани. А здесь немножко кружева. В общем, оно такое интересное, это платье, потому что оно сделано из кожи, с отделкой из кружева, с отделкой из атласа. Я надела его вот с этими вот ковбойскими ботинками тоже молочного цвета, с черной подошвой. В принципе, я думаю, что оно так хорошо сочетается вместе. И давайте что-нибудь примерим из верхней одежды вместе с этим платьем. Начала я попробовать вот с этим вот пальто. Оно такое, по-моему, в тон подходит к этому платью. И решила я взять эту сумку, чтобы немножко сделать цвет и басон. Ну, почему нет? Правда же? Если у нас всё такое молочно-бежевое, давайте возьмём сумку. Возьмём сумку, которая другого цвета. Ещё один вариант. Я решила надеть свой плащ. И тут уже я прилепила свой леопардовый шарф, который я не прилепила к предыдущему. Одно из моих предыдущих образов. Сумку я, конечно, оставила бежевую. Я не стала уже брать леопардовую сумку. Но я надела леопардовый пояс, чтобы совместить это всё с плащом. Я вам хочу сказать, что даже если вы зайдёте куда-то в помещение, и вы снимете плащ, и вы снимете шарф, то вы можете вполне вот это вот платье надеть с этим леопардовым поясом. В принципе, ничего дурного и безвкусного об этом. Тут чёрно-белый, фактически молочно-белый цвет. Давайте-ка немножко леопарда. Некому не повредит. И вот ещё такой вариант. Я снова надела вот эти вот мои сапоги, всталила это же платье, и надела, у меня есть такой бежево-молочно-белый полушубок. Тоже довольно тонкий на весну. В принципе, он не зимний, потому что он тоненький, лёгенький. И по сумочке вы, наверное, догадываете, что я пытаюсь изобразить образ на выход. В принципе, я могу такое платье носить и на работу, но если очень нужно, то в этом платье можно пойти куда-то в театр на концерт. Хотя, если честно, в Канаде люди в театр на концерт ходят джинсы. Но особые любители нарядиться могут надеть что-то вот такое на себя. И вот такая вот милейшая сумочка сделает ваш образ абсолютно-абсолютно вечерним и красивым. Ну, то есть она без сумочки красивая, но сумочка добавляет и делает ваш образ абсолютно вечерним. Сюда можно подобрать красивые серьги, что-то на шею, можно надеть какой-то блестящий золотой пояс, чёрно-золотой вот в сумке. Кстати, пояс можно было, у меня есть такой чёрный кожаный пояс с золотой пряжкой. Ну, уже сейчас не буду, девочки. Я думаю, что вы себе напредставляете, хорошо? Вот. Вот такой образ. Ну, шубка, такая полушубочка, знаете, это какой-то такой немножко такая история на выход, как будто бы, да, и вот эта сумочка, в общем-то. Создаем вечерний нарядный образ, тогда, когда у нас откроют выставки, музеи, театры, галереи, рестораны, я не знаю, что ещё, куда можно так пойти. Всё, дорогие мои зрители, мои подписчики, я надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Вот в такой вот неформальной домашней позе, можно сказать, обстановке, я с вами попрощаюсь. Я даже уже сняла сапоги, потому что устала. Устала всё это мерить, примерять, переодевать. Если бы вы знали, какой атомный беспорядок творится у меня вот там, вот в этой комнате, которую вы, к счастью, не видите, вы бы поняли, как тяжела работа блогера и как трудно её совершать. Я сейчас пойду убирать то, что я там натворила. Вы, надеюсь, поставите мне лайк и напишите мне комментарий и поделитесь со мной своими впечатлениями об этом видео. Подпишитесь на мой канал, если вы ещё не подписаны. Люблю, целую. До новых встреч. Ваша Дита. Пока. Пока. Пока.